18 февраля в отдел полиции номер один обратились 28 граждан, 6 из которых несовершеннолетние, по факту мошеннических действий в их адрес со стороны группы лиц, которые в сети интернет разместили информацию по продаже сотовых телефонов по весьма заниженной цене 11 тысяч рублей. В дальнейшем назначалась встреча, прибывали молодые люди, которые внешне никаких подозрений не вызывали, весьма хорошо одеты на автомобилях представительного класса. В ходе общения писали расписки, сообщали ту информацию, которая непосредственно и в сети была размещена. Брали предоплату в размере 70% от общей стоимости телефона, писали расписки о том, что предоставят сотовые телефоны, общее время предоставляя на 10 до 12 дней. Молодые люди, изучая интернет, читали отзывы, сомнений каких-либо не вызывало, отзывов положительных о том, что предоставлены группе граждан были телефоны, они очень довольны, а насколько это достоверная информация была, гражданами не проверялась. При встрече удостоверились в том, что соответствует то лицо паспортным данным, проверяли контактные телефоны. Опять вопрос возникает, насколько это профессионально было оценено и не были поддельные документы. В дальнейшем, когда начиналось неисполнение обязательств по расписке, установленные сроки, граждане начали переживать, обращались, всевозможные эти сроки оттягивались под различными предлогами и причинами. Соответственно, при общении в сети между собой установили, что такое количество порядка 350 человек, которым телефоны не предоставлены. Те, кто не обратились в отделы полиции с заявлениями о совершении в их адрес мошеннических действий, необходимо будет обращаться в отделы полиции по месту, где непосредственно осуществлялась передача денежных средств, так как именно по территориальному признаку будут возбуждаться и осуществляться проверки по делам несовершеннолетние. Им необходимо будет прибыть с родителями в качестве законных представителей, для того, чтобы можно было написать родителям заявление.